Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами защитник хоккейного клуба «Адмирал» и игрок с очень яркой спортивной биографией. Это Антон Волченков. Здравствуйте, Антон. Антон Волченков – российский хоккеист, защитник, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2002 и 2009, участник двух олимпиад, а также финалист Кубка Стэнли в составе клубов «Атава Сенаторс» и «Нью-Джерси Дэвилс». Антон – воспитанник хоккейной школы ЦСКА, где в юности и начал свою профессиональную карьеру. Затем получил предложение играть в НХЛ и в результате провел там более 10 сезонов. С мая 2016 года является защитником хоккейного клуба «Адмирал». Я знаю, что вы хоккеист во втором поколении, потому что ваш папа был игроком ЦСКА. Скажите, для вас с какого возраста стало очевидно, что ваша профессия – это будет хоккей? В детстве ты не знаешь, это твоя профессия или нет, просто был интерес к этому спорту. Ну, я думаю, лет шести, наверное, я как бы начал уже так бегать по дворе с ребятами, а так уже более профессионально в команду уже в 7 лет пошел хоккейный клуб ЦСКА. Ну, вот этот юношеский этап, ведь многие же в детстве занимаются разным видом спорта, да? Наступает какой-то тинейджерский возраст, когда уже ты должен для себя решить, либо я иду дальше в спорт, да, делаю это профессией, либо я смотрю в сторону каких-то учебных заведений, чтобы получить другую профессию. У вас была вот эта развилка, когда вы думали, туда или сюда? Честно, нет. То есть у меня как-то вот… Я вот с 7 лет как начал заниматься, и мне всегда был интерес только к хоккею, поэтому такого не было интереса, например, к учебе, как к хоккею, поэтому я старался получать удовольствие в детстве от хоккея. Ну, и слава богу, что все так случилось. Вы достаточно в юном возрасте оказались в НХЛ, провели там большое количество сезонов, 12 или 13, если я не ошибаюсь. За то время, пока вы развивали там свою спортивную карьеру, появилась континентальная хоккейная лига, она крепла более или менее. Вот как вам кажется, сейчас НХЛ при всем уважении к нашей лиге все еще остается тем местом, куда по-прежнему в первую очередь стремятся там самые амбициозные, самые перспективные ребята? Я думаю, да, потому что туда стремятся не только с Россией, туда стремятся и с Европой много, и я считаю, что она была и остается пока самая лучшая лига по хоккею, поэтому… Это один плюс и для молодых ребят, которые есть стимул к чему стремиться, чтобы попасть туда. Ну, опять же, я сейчас вот увидел игры, посмотрел, поиграл, то есть есть ребята молодые, которые не уехали, а остались здесь играть. То есть это тоже большой плюс. Ну, опять же, всегда есть стремление к чему-то, поэтому я думаю, все-таки для многих остается стремление попасть туда, в Закеан. А специфика работы с игроками там в НХЛ, она каким образом сформировала вас как игрока? Вы вот можете выделить какие-то моменты? Ну, ты должен приехать уже готовым туда, во-первых. Из тебя там никто не будет ничего делать, потому что ты… И ты привешиваешь, какой ты есть, такой ты и есть. Ты можешь только улучшить себя, где-то доработать сам, где-то спросить там того же тренера, чтобы лучше себя проявить, где-то в чем-то себя немножко потренировать. А так ты должен уже приехать, быть готовым к серьезным сезонам, потому что там 82 игры, и на твое место всегда будет еще человек 10. Поэтому там надо держаться и работать каждый день. Никаких поблажек там не бывает. Многие ребята как бы приезжают, пробуют, но не получается, возвращаются. Ну, это хоккей, поэтому переживать не надо. Главное, играешь в хоккей. Это самое главное. Вы достаточно много сезонов провели в «Оттава Сенаторс», потом перешли в Нью-Джерси. И, как я понимаю, Нью-Джерси считается такой командой, в которой достаточно много русских игроков, да? Они охотно в свое время брали российских хоккеистов. Ну, как бы я не сказал, что Нью-Джерси такая самая была. Самая такая – это, конечно, Детройт, где много русских было. Ну, Нью-Джерси, она такая больше оборонительная команда была. Поэтому, может быть, меня и брали под оборонительный хоккей. На первом месте была защита, потом уже нападение. Ну, со временем сейчас время меняется, поэтому многие команды переходят, стараются играть больше в нападающий хоккей, чем в обороняющий. Ну, хоккей меняется. То есть много молодежи сейчас играют там в большей скорости. То есть, ну, это нормальное явление. В Латавии было прекрасное время, то есть провел 8 лет. Осталось много друзей хороших. Поэтому все равно созваниваемся, встречаемся. Кстати, из той, с другой командой вы выходили в финал Кубка Стэнли. Я, кстати, читала, что когда Сенаторс вышли в финал, это было впервые там за много-много-много лет, что в самом городе там творилось что-то невообразимое. Вы помните эти моменты? Ну, конечно, все-таки это Канада, и там хоккей для них – это первое место. И для Тавы, во-первых, первый раз вышла в финал Кубка Стэнли. Остались воспоминания очень приятные. Вы бы хотели, чтобы… А может быть, вы встречали, чтобы в российских городах подобным образом болельщики радовались успехам своей команды? Не, ну, это всегда приятно и для игроков, конечно, когда тебя встречают по приезду, когда ты выходишь в финал. То есть, и болельщики тебя встречают, как раз благодарят за то, что как бы мы сыграли. То есть, это всегда приятно слышать и видеть. Для многих ваш приезд в «Адмирал» был, с одной стороны, неожиданностью, с другой стороны, очень приятной неожиданностью. Вот вы как для себя формулируете, в чем была ваша мотивация, ваш интерес к тому, чтобы играть в этом клубе? Первой мотивацией, конечно, я хотел играть. То есть, все-таки я год просидел, то есть, ждал оттуда предложения, но не поступило. Были предложения в том году и из России. Посчитал, что не стоит сейчас торопиться, то есть, ребята уже провели уже практически весь сезон, а ты как бы тренировался, но не было игровой практики. Была большая возможность получить раму, и поэтому я решил, все-таки буду тренироваться и готовиться уже к следующему сезону. Потом, как говорится, агенты начали работать, и было предложение, что все-таки, может быть, «Адмирал» как бы советовался с женой, конечно, насчет этого, то есть переезд, все-таки уезжая на целый год. Тяжело было, как бы так, расставание, целый год не видеть детей. То есть, ну, все-таки решился, и все-таки хочу еще поиграть в хоккей. Вы для себя выбрали 20-й игровой номер, и, как я знаю, это очень символичная для вас цифра. Можете поделиться, что... А, да, ну, я как бы 20-й номер появился после того, как я подписал с «Нэшвиллом», «Нэшвилл Предаторс» в «НХЛ». И как бы думал, обсуждал, какой же все-таки номер взять. Не решился 28-й, как... 24-й занят был в то время. Ну, и подумал, что... Почему бы нет взять 20-й? Все-таки у меня близнецы родились 20-го февраля. Я вот решил взять 20-й. А что касается прозвищ, которые достаточно часто... Ну, не только там сокращенные фамилии, как у Ильи Ковальчука, там, Кови, да, или... Я где-то наткнулась, что «The Train». «The Train», да. Было, да? Это правда? Да, это в Атавии. Они мне сделали как бы пояс, что там... Ну, как силовые приемы вот это все было. То есть, как бы... Ну, в общем, опять же, это они сами придумывают. То есть, ну, было приятно. А что-то в России вы слышали? Каким-то образом вас уже успели наградить каким-нибудь именем болерническим? Ну, обычно как бы «Волчий». То есть, это тоже самое как бы сокращенное. А, ну, еще «Вульф». То есть, это «Волк». Поэтому, ну, пока так. Пока такие никнеймсы, как говорится. А у вас очень такой впечатляющий список наград, которые вы получили и в составе сборной, молодежной и российской сборной. Из тех побед, которые все-таки вот случались, вы какую считаете, ну, таким триумфом главным, своим самым ярким? Ну, я считаю, конечно, молодежной. Когда мы выиграли после провального молодежного чемпионата в Москве, когда мы проиграли и заняли там что-то седьмое место. И в следующем году мы все-таки выиграли, опять же, у канадцев выиграли финале. То есть, это был тоже запоминающий момент. Все награды как бы давные. Ну, я думаю, самое такое запоминающее – это молодежная пока. Можете назвать кого-то из игроков? Ну, я думаю, в любом случае здесь будет присутствовать ваш папа, наверное, как некий там пример для подражания. Но, тем не менее, может быть, кого-то из громких имен, которых все знают, с которыми доводилось, сталкиваться, там, играя в НХЛ. Кого вы расцениваете вот как пример? Конечно, Мацар взял самое… То есть, самое главное – это не бояться и… как бы играть до конца. Это вот самое главное. А из таких, которые… Ну, Рэй Бург, который играл в Бостоне долгое время. То есть, я как бы… Мне очень нравилось, как он играл. То есть, он и был жесток, и играл надежно в обороне, и в атаке. То есть, вот у меня как бы он запомнился и всех. Если брать оттуда, из Америки, то есть, вот этот защитник. Вы заглядываете в будущее, в тот момент, когда решите для себя закончить карьеру игрока, и строите ли планы на то, чем хотели бы заняться? Или тоже на волю случая это все даете? Ну, на данный момент, особенно когда сезон идет, я стараюсь не думать ни о чем, кроме хоккея. А в межсезонье? А в межсезонье? Ну, в межсезонье, конечно, уже, наверное, какие-то есть что-то. Но пока все-таки я пока играю в хоккей. То есть, такого конкретного нету. Ну, скажем, в тренерской работе вы так гипотетически себя видите? Ну, опять же, я могу сказать, что нет. Но в то же время, может быть, мне проснусь одним утром и скажу, хочу быть тренером. Сейчас на первом месте стоит, конечно, играть в хоккей, пока здоровье позволяет, пока есть интерес к этому спорту. Наверное, мой заключительный вопрос. Ваши пожелания самому себе и хоккей на команде «Адмирал» на предстоящий сезон? Как всегда, к себе, наверное, без травм. Это самое главное, конечно. И к «Адмиралу» будем стараться, конечно. Побед, больше побед. И, как говорится, и на нашей улице будет праздник, и мы начнем. И нам будет вести сейчас, конечно, такой небольшой у нас период, когда где-то не хватает чего-то. Но будем работать, стремиться к этому. И, надеюсь, будут победы. Я тоже на это надеюсь. Желаю вам успехов. И спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»